Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю принесились они, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души на ваша. Господи, благослови наши занятия, не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем изучать пособия по изучению Евангелия от Марка. Неужели истинное смирение является признаком слабости? Вопрос. Порочество об Иоанне. Рок Исайя, 40 глава, 3 стих. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему. За 700 лет до Рождества Христова. Рок Малахия, 3.1. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф. За 433 года до Рождества Христова. Иоанн шел всегда прямолинейно и никогда не входил в компромиссы со своей совестью. Вследствие этого он мог сделаться совестью для окружающей его среды. Возможно ли вера и прощение грехов там, где нет внутреннего поворота к Богу? Сергей, вам желтая карточка. Принимается желтая карточка, пожалуйста. Задали вопрос и начали читать дальше. Потом второй вопрос опять задаете. Вот, ну давайте, возвращайтесь, отвечайте на первый вопрос, пожалуйста. Так, отмечаем. Кирилл Иерусалимский отвечает вам. И Амбросия Медиаланский сначала, по поводу истинного сумерения. Амбросия Медиаланский говорит, не бывает ни покаяния без милости, ни милости без покаяния. Однако прежде раскаяния должно осудить греха, чтобы милость смогла его уничтожить. Итак, Иоанн, представитель закона, крестил для покаяния Христос же для милости. Кирилл Иерусалимский теперь говорит. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Илья Фесвитянин был вознесен на небо. Четвертый царств 2.11. Но и он не больше Иоанна. Енох был взят. Бытие 5.24. Но и он не больше Иоанна. Моисей был величайшим законодателем. Да и все другие пророки достойны восхищения. Но и они не больше Иоанна. Не дерзал бы я сравнивать одних пророков с другими, если бы не сам Господь Иисус, владыка их и наш, не объявил, изрожденных женами не восставал больше Иоанна. Матфея 11.11. Не изрожденных девами, но женами. Вот из этого делаем вывод, что даже у Иоанна, величайшего изрожденных, такое смирение. Значит, надо ему тоже подражать в этом. Сергей Павлович, не по теме. Попроси, пожалуйста, чтобы люди выключили видео. Выключите видео. У кого включено? Пожалуйста. Так, это Крис Кисов. Слышите меня? Да, Сергей Павлович, вот это вот Крис, ну вот это вот и мешает все, делит экран. Плохая картинка получается. Попроси, пожалуйста, Иоанна. Ну, Крис, Зеро, выключите, отключите видео, или мне придется вас удалить тогда. Слышите меня? Микрофон включите. Я его удаляю тогда. Так, еще желающий, пожалуйста, по-прочитному. Нет вопроса. Ну, второй вопрос разобрали. Возможно ли вера и прощение грехов там, где нет внутреннего поворота к Богу? Кто желает ответить, пожалуйста. Не получается у нас занятия. Все молчат, я... Как, 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 как резки дальше? Борис, Борис обещал подключиться. Говорил на прошлом занятии. Давайте, Борис, отвечайте. Я, Николай, не могу прерывать, у меня запись идет. Повторите вопрос еще. Возможно ли вера и прощение грехов там, где нет внутреннего поворота к Богу? Ну, конечно, невозможно. Человек должен покаяться, раскаяться во грехах своих. А потом пойти на исповедь и причаститься. И будет, конечно, поворот. А вы подкрепите это местами Писания, что он причаститься должен и исповедоваться. Это откуда вы знаете? Хороший вопрос. То есть поворот к Богу от причастия и исповеди. В вашем понимании, да? У кого иное мнение? Местами Писания не может человек подкрепить. То есть, что сказал все. От исповеди причастия не всегда может быть поворот. Да, бывает иногда такое облегчение и прозрение. Но в большинстве нет. Нет поворота от исповеди причастия. Это из практики. Хорошо. Давайте тогда этот вопрос разделим. Что такое внутренний поворот к Богу? Вот внутренний. Давайте остановимся на слое внутренний. Потому что есть внешний поворот к Богу. Но это фарисеи. Они внешне все казались такие правильные. Это как разлюбить Бога всем сердцем, всем крепостью, всей душою. Да. Я понимаю. Да. Всем разумением, всей крепостью, всей как бы вот. То есть внутри себя, внутри любовь. Внутренний поворот. То есть ты повернулся к Богу и живешь им. А как она рождается, вопрос? У каждого. И пошли, вопросы один за другим цепляются. Как она рождается? Этот внутренний поворот к Богу. От чего? То есть человек идет, увидел храм. Дай-ка я к Богу поворот внутренний сделаю. Зашел, исповедался, причастился. И все такое к Богу повернулся. И с Богом живет всю жизнь. Радостный такой. Поворот идет от покаяния. Осознание, что ты немощен без Бога, ничего не можешь. Вот. Уже ближе. Не можешь избавиться от страстей. Да, самостоятельно. А ты, ну, внутри тебя говоришь, что я что хочу, то не делаю. А что делаю, то не хочу. Меня слышно или нет? Кто-нибудь скажет? Слышно, но тебя очень плохо, Рахиль, слышно. Тебе нужно прям ближе-ближе к микрофону. Вот так нормально? Более-менее. А как человек, который еще не знает ничего про Бога, может быть, понять вообще понятие греха, как к нему вместиться? То, что вот Рахиль говорит, что от осознания своей немощи. А откуда он знает про немощь-то? Вот он идет и про немощь не знает. Туземец живет там у себя и не слыхал ни про какую немощь. Пошел антилопу, убил, скушал. Пошел человека, убил, скушал. Его совесть даже не осуждает. Для него все нормально, есть такие племена. Даже за немощь-то он не считает. Ну и въедем, племена людоедов. Ну и так. На чем мы остановились? Я вот сегодня с утра встал, у нас в Москве выпал снег. Все покрылось, прям все деревья. И так красиво, я сразу Бога прославил. Вот у меня такое тоже. Может быть, люди тоже смотрят на красоту вот этого мира нерукотворного и восхищаются. И начинают обращать свое сердце к Богу. Может быть, через это некоторые приходят. Ни у кого так не бывает? Да, Писание говорит об этом. Через рассматривание творений, да, сердце обращается. Как дивно все сотворено. И разум направляется. Кто же это мог так все дивно сотворить? Вот. А вот здесь же стих. Гром Чарахин. Говорит, что ко мне обратитесь, и будете спасены. Ну что значит ко мне обратитесь? Что? Как обратиться к человеку? Внутренний поворот, поворот. То есть человек шел одной дорогой, потом развернулся, пошел в другой. Шел куда он до этого? Когда в грехах жил. Шел прямой дорогой в ад. А потом, что заставляет его сделать поворот внутренний? Почему он это делает? Потому что совесть подсказывает, что надо повернуться к Богу. Да. Совесть. То есть Бог каждому человеку при его творении вложил в совесть. Она бывает сожжена во грехах. То есть человек сам отворачивается от Бога. Солнце не виноват, что оно светит, и люди сами сомкнули очи. Оно светит для всех. И каждый желающий взглянуть на этот свет божественный, может это спасение принять и совесть очистить свое через внутреннее покаяние. А бывает поступок, какой-нибудь христианин совершит к такому человеку, и тот обратится. Вот там у Макария, по-моему, великого было, когда послушнику бревно говорит, неси там, и язычник им встретился. Так он послушника поколотил, а Макария в ноги упал. Тоже обратился человек. Добрый поступок увидел. Ну, еще желающий, пожалуйста. Спасибо. Надежда Васильевна, вот мы просоединились, мы сейчас рассуждали. Такой вот вопрос. Возможно ли вера и прощение грехов там, где нет внутреннего поворота к Богу? Что такое внутренний поворот к Богу? Ну, как этот человек пережить? Как ему об этом рассказать? Как считает? Вы что, хотите, чтобы я ответила, что ли? Так мне запрещено отвечать. Я отвечу. Я отвечу, но если разрешит, Игнат Тихонович. Игнат Тихонович, разрешите? Пока не надо, пока я живой. Вот это новости. Так я что, отставать от всех буду? Так, Криша, не разговаривай. Если никого нет, я могу кое-что добавить. Добавляйте. Выстави текст. Сейчас, секунду. Выставил. Нету его. Текст нету. Текст есть. Я не знаю. Вот сейчас есть. Вот, в данный момент. Вот, давай читаем дальше. Слово «поворот» к Богу. А «поворот» это означает «обратитесь». Вот два слова соедините, и уже половина смысла откроется. Покаяние – это поворот в другую сторону. Как называют греческие там метаноиа. И с какой целью? Чтобы. Чтобы это указывает результат. Загладились грехи ваши. Покайтесь. Возможно ли вера в прощение грехов там, где нет внутреннего поворота? Да это 90% православных, они этого не знают. А вот надо. Чаще исповедуется, чаще причащается. То есть больше греши, греши. Откуда это взяли счастье? Это совершенно не христианское учение. При счастье допускались только люди, которые исполняют все. Оглашенные из идите. А для кого? А в церкви выбросили. Это омерщение церкви. И они этим кищатся. Совершенно неверующие попы. Он не верит ни тому, что сказано, а что послужит к этому. Страх Божий. Другого нет. Притча Соломона 1.7. Покайтесь. А как каяться, ты когда не знаешь? Да как, как? При чем тут страх-то, говорят? Надо Бога любить, любить. Игнатий Бричаинов говорит, лжец тот, кто это говорит. Без страха Божия ты шага не сделаешь. Начало мудрости страх Господень. Разум верных, а соблюдающих заповеди Его. Кому это написано? И дальше написано как? И венец, венец мудрости, вершина мудрости страх Господень. Если ты не испытал того, что говорит Пимен Великий, что душа твоя в Адди с сатаной будет мучиться, ты ничего не сделаешь. Я могу сказать о себе. У меня всегда была вера, я не знаю, может с трех лет. Я знал, что есть Бог, есть страшный суд, огонь. Я знал, что это для меня. Я понял, что мне никогда не спастись. А верить продолжал, верить, молиться даже в армии. А почему? Тяга. Я не знал о милости Божией. Я знал, что рай для кого-то, для святых. А для меня ад приготовлен. А то я все грешил, я думал, что я спасусь. Я даже в мыслях этого не было. До времени, пока мне дали в руки Новый Завет. Я просчитал, что Иисус умер за меня. Он омыл кровью мои грехи, верою. А я принимаю, как внутри. А вот это и есть. Поворот. Передо мной открыто большое поприще мирское было. Я бы был за границей, капитаном дальнего плавания. Это самое малое, чтобы мне это светило. А я понял, это грязь. Внутренний поворот совершился. Я встал на молитве, бежу на себя, я другой. Я абсолютно, я не говорю себе другой. Я смотрю на того, который 10 минут назад вклонился на колени. И я, который новый. А человек, я не испытал. Проси у Бога. Сам он мог назвать, когда он обратился. А то я верил, всегда с бабушкой в храм ходил. Не знаю. Надо бы родиться свыше. А рождение не может продолжаться годами. Любую женщину спроси. И Павел говорит, я снова в муках рождения вас. За вас, не за себя. В муках. А они, может быть, уже отступили года три. И он эти муки терпел. Да коли в вас изобразится Христос. И теперь, возможно ли вера? Невозможно. И поэтому покаяние, причащение у православных в суд и в осуждение идет, когда они не знают истины. Надо все сказать, назвать своими словами. Священник должен был бы проповедовать непрестанно. Непрестанно. А где-то что-то не так делать. Владимир Анголовина задавили? Сегодня вроде бы за Ткачевым признаются. Везде, со всех сторон. Не знаю я. Я могу только сказать, что если в словах твоих нет слова Божия, то проповедь твоя тщетна. Я стоял на площади в Москве, когда открывали памятник Кириллу Мефодию. И говорил патриарх Алексей Второй. Я не знаю. Часов не было. Ну не меньше он 15 минут или 20 говорил. И ни одного слова божественного нет. Современный патриарх выступает в Московской думе. Дума его пригласили. Момент-то какой сказать. Нет, он будто какой-то водопроводчик. О канализации там, о ЖКХ. Да его ли это дело? Люди понимают это дело. Что он не то говорит. Нужно сказать, если не покаетесь, все так же погибнете. Что вы сделали? Разворовали страну, перегнали ее в Израиль да в Америку. Вы что думаете? Избежите гнева Божия? Да Ивана Грозного не хватает на вас или кого-то. Ну, припугнуть надо их. Ни разу не скажут. И здесь говорят, обратитесь. Обратитесь. Повернитесь. Идите в другом направлении, куда шли. Это решительный шаг. Но этого нету. А почему Иоанн высочайший пророк? И с ним стараюсь. Он ближайший, а не величайший. Величайший по названию. Ну, а были, да были те, которые пророчествовали. Он-то ничего не пророчествовал, только о себе. О себе. Но был пророк Исаия, говорил о пришествии Христа, о его муках, обо всем сказал. Разве он ниже? Но назван великим. Он поблизости к нему, он вплотную прикоснулся к нему. А тут же года-то не случайно я указал. Тут 700 лет, тут 430 лет. Вы просто проскочили эти даты. Зачем даты-то? За то, что они далеки от него. Они не рядом с ним. А этот рядом и понимал, что ему развязать ремень в обуви. То есть, я не понимаю. Я не могу понять это, как он умрет. Он Бог. И человек. Я не понимаю, как он умрет. Развязать ремень в обуви, это мертвая кожа. Я не могу этот узел его смерти развязать. Сколько здесь сокрыто. А вы только так. Отмахнулись страницу за страницей. Вам еще придется, если меня не будет, возвращаться к тому, что мы впереди проходили. 24 категории людей. Каждый пункт вот так надо разбирать. И он у тебя вмонтируется в голову. Ты текст убрал опять. Я бы дальше хотел продолжить. Исповедовать надо священникам спрашивать, ходил ли на благовестие. Рулетка нет. Понес ли ты эту радость людям, которые не знают тебя. Вот сейчас нашли мы Сергея парализованных козлов. Он заходил, открыл этот сайт. Я про него не знал даже. Или как, чат. Рулетка. И он два ролика только сделал и отошел. Рак, говорит, меня сжирает полностью мое мясо внутри. Ушел. Я помолился. Посмотрел. Но я же на ногах стою. Мне легче что-то, способы избирать. А у него никаких. Он лежит и кто что заговорит. У него дыхание перерывается. Я попросил на молитвы. Господи. Дар, который... Сергея, дай мне. Я продолжу его дело. И у нас уже этих роликов больше 50 заготовлено. Мы начали так же говорить, ждать, когда кто-то заговорит. А я молюсь и молюсь. И у нас открывается. Надо показывать наши данные. Данные. Мы написали еще. Оказалось, этого мало. Я дальше продолжаю молиться. А Господь дальше отвечает. Их тронет молитва. С чем я стремился? В ИГИЛ, чтобы Путин помог мне проехать турецкую границу. У меня особая программа. Где в молитве? Как уездры. Когда он молился, и Бог открывал третья книга ездры. Здесь та же самая история. Я стал молиться. И Господь, Бог мой, показал, как это делать. А мы с Володей двое. Где ему сидеть? Как выкричать? Когда говорить, в какое время? Мы практически уже почти до совершенства довели проповедь в этой яме. В этой бездне греха. Вот сегодня я выставлю ролик к утру. Будет ролик, беседую с мусульманом. С мусульманином одним. Если кто желает, вы послушайте. И в конце он говорит, я первый раз в жизни встретил человека, который мне это говорит. А он, видно, что жаждет. Бывает, только мелькает. А бывает, кто-то остановился. В это время Володя неизримо сбоку спрашивает. Вы хотели поговорить? Кто говорит сейчас? Кто молится? Да. Я тогда вышел. Будет еще ролик, как я беседую с мальчиком 16 лет. Но это в другом будет. Там соединять надо. То есть надо молиться, и Бог откроет. Итак, покайтесь. А потом, когда поворотитесь, у вас сразу начнется новый путь во Христе. Вся беда в том, что священники не знают Христа. Не знают рождения свыше. Ни одной проповеди на эту тему нет. А это главное. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не может увидеть. Значит, и на мытарствах он не проходит, а живьем идет в ад. Не может увидеть. И 8-9 кремлин говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Я задавал эти вопросы, не знают. Я пропадал в Москве у Егумена Кирилла. Для них это новинка. Ну а как проверить? Имею, не имею? У меня идет рядом человек и спрашивает, это кто-то мне должен показать? Или я как-то должен сам узнать? Ну а как? Вот они были, сейчас только вопрос задали. 13 глава Деяния Апостолов. И Дух Святой сказал, отделите мне с Саввы и Силы. Как он им сказал? Понимаете, вопрос на вопросе. Эти вопросы я задавал Богу. Вопросы надо задавать. Я задавал вопросы людям, которые священники, отцу Дмитрию Дудко, Александру Мению, Глебу Якунину. Почему царь Николай в таких близких отношениях был с Гришкой Распутиным? Почему? Но когда я стал больше изучать, больше молиться, у меня вопрос так стал. Почему? Единственный в то время пророк в России, пророк Божий, Григорий Пимович Распутин, знался с таким царишкой, который не слушался его. У меня все перевернулось. Почему? Бог показал через слово свое. Они жили мирской жизнью. Это пророк, как их мало было, и люди не понимают это. Ни один человек в России этого не говорил, ни Анкронштадтский, никто. Он говорит, меня убьют. Он смотрел на это, как уже на решенное дело. Если убьют просто, крестьянка там его поранула ножом, то ничего не будет изменения. Я умру и все. Но если будут участники... Маленько мне... Протянул теперь там, где Елисавета была. Ну-ка еще опусти маленько. Опусти. Так, еще, еще. Еще ниже, ниже, ниже. О, все, царское семейство. Все. Но если будут участники дворяне, смутная революция будет три года. Но если убить меня, согласятся, и будут участвовать особы царские, трон рухнет. Под нож все семейство пойдет. И в России уже не будет монарха. Это нас дурят сегодня. И сбылось, сбылось. Мало того, канонизированная Елисавета Федоровна, Фридриховна, А она звонила и поздравляла всех с убийством Григория Ефимовича Распутина. Он их обличал всех. Сегодня открываются эти тайны. Более оболганного человека не было. Может быть, только я. Каждое слово его переначивали. Царь давал расследовать. Он даже не был в другом городе в это время. Он распутничал. У него там такое, такое. Ничего этого не было. Его и мертвого продолжают травить. Кто? Масоны. Там, где в Базилии, был решен принят свергнуть царя через порочную эту связь. Это не была порочная связь. Я просто попутно хотел сказать. Обратитесь. А что должен был Распутин сделать? Сказать и уйти. Царь мог бы отправить куда-то в Новую Зеландию. Ну, свои были где-то в Швеции. Сохранить его. Нужды не было. Пишут, дневник царь вел каждый раз. Кто преобразовал Россию? Столыпин. Как его звать величать? Кто знает? Столыпин, а как звать величать? Ну-ка. Петр Аркадьевич. Ага. Петр Аркадьевич. Правильно. Его убили в театре. Застрелил там Бодроб или как его? Бодроб. Царь даже кромочкой чуть заделал. В этот день я ходил, стрелял ворон в саду. Они не понимают, что сделалось. На Столыпины рост России остановился. Все. У него была четкая и ясная программа. О его вере я пока не говорю. У него покушений сколько было, он остался жив. И как отнестись к этому? А когда узнали, что Распутина убили, какое ликование в России было, но не знали ни один, не видел, что будет дальше. Ни одного пророка не было. А он сказал, и вместе за старем пойдут на Голгопу всей России. Вот оно поворот где. Можно ли тогда было сделать? Нет. Ему Григорий Пимович говорил, папа, не начинай мобилизацию, чтобы войны не было. Сгоришь ты, папа, не делай этого. Он один кричал это. А царь, нас эта война объединит, все общества. Он слепой был. Но он мученик, я ему молюсь. Надо все это знать. Надо молиться и благодарить Бога, что Бог нас предупреждает. Если нет страха Божия, начала мудрости, ничего нет. И Игнатий Бричинов говорит, остановись, начни сначала. Сначала начни. Пимин Великий это видел. А другим открыто или нет? Я с пяти лет думал о Суде Божьем. У меня никакой мысли не было, я о нем ничего не знал, не считал. Но страх Божий все время был. Я буду гореть в огне. Зачем я родился? Господи! Зачем меня мать произвела на свет? Потом я узнал, это написано в Библии, мои слова. Почему от меня скрыли? Вот как нужно понимать. И вот здесь мы проходим великий урок. Как создать общину? Общин-то нет нигде, есть приходы. Пришел и ушел. А мы должны сейчас рассудить, мы обратились или нет. А если я обратился, когда обратился? Какой стих для тебя послужил главным? Я настаиваю на этом. У тебя должен быть стих в Священном Писании, в Слове Божьем, в Святой Библии, который тебя остановил. А почему вы так думаете? Проповедь Христа говорит об этом. Какие он... Из шрева потекут реки воды живой, он говорил. Евангелие Теанар 7,37. Почему на время... Нету нигде проповеди на это. Почему священник не спрастает? У верующего Христа потекут реки воды живой. Живой. Через верх, значит, не через низ нашей утробы. Где священник? Какой исповедовал? Я знаю, есть такие речистые священники. Говорят, хорошо, а гляжу, показывают, торговля идет, три киоска. Вот так народ, как брова на движение. И нужды никакой нет. Даже сегодня, даже сегодня в Думе все данные женщины без головного убора сидят. Разве нельзя их покрыть? Чтобы ни одной волосинки не было видно. А кто-то делает? Во всей стране только один. Рамзан Ахматович Кадыров. Он единственный, кто по государственным законам запретил делать аборты. За время перестройки убито внутри матери 120 миллионов. Вот и все. А кто это сказал? А он кто? Он мусульманин. Как мы на суд Божий предстанем тогда? Где наши эти правители, которые лицемерно крестятся, молятся, иконы целуют? Стоят в храме со свечками. Простое дело аборты. Объявите вне закона. Свидетели Иеговы, которые никому не мешали, они так понимают. Написано середниками, обращайтесь кротко. Это дворкины. Они капали, капали, стучали и стучали. И власть пошла на поводу у них. Их запретили, отняли их дома от царств. Что вы наделали? След за ними мы пойдем. Они уже вкусили это. И на этом не остановится власть. Она начнет нас крошить на мелкое. Мы за них не заступились. Так и, как один сказал там, в Германии это, когда стали арестовать коммунистов, а я не коммунист, я промолчал. Стали профсоюзных деятелей забирать, я промолчал, я не профсоюзный деятель. Стали гнать католиков, я не католик. Ну а когда пришли брать меня, то уже никого не было. Чего бы мне было не взять-то? Ты заступился за них. Кто-то сказал Путину, что это несправедливо. И он говорит, этот вопрос будет поднят, но главное закон. Да закон, что дышло. Православные, государственные люди, почему так не понимают? Наше государство не теократическое, это не Греция. Здесь законы все абсолютно мирские, до единого. На работу не проверяют, верующие ты не верующие. В свидетели берут всех, самых лживых. А в других странах свидетели говорят, я атеист, его в свидетели брать нельзя. Он во все тяжко и пустится. Давайте помолимся об этом. А вы молитесь ежедневно и многократно я молюсь об этом. И вы увидите в этих роликах рулетки. Я каждому говорю молиться за правителей, чтобы Бог вразумил, чтобы Он, Господь, вразумил их, дабы им мудрые законы издавали, дали народу достойно прожить, дабы было из чего выделять нуждающимся. Я не прошу зарплаты, но понятно, с чем это закончится. Это все от того, что оборотиться. Я оборотился, а правителей нет. Я имею право молиться, мне никто не запретит. А свобода мне достаточно, но гонят других, я не согласен. Я это выразил с первого дня. Так они еретики. Написано с еретиками, обращайтесь кротко. Писание говорит. Еретики были ариане, за одним столом сидели. Православный стран, арестовать. Царь Константин зашел и сказал, сидите за столом и беседуйте. Арестовать никого не буду. А он был некрещеный язычник. Перед смертью своей крестился у еретика Евсевия. И он такой мудрый совет дал. Православные сегодня как? А их много епископов, как оладьи напекли. Они проголосовали. Как нам? А вы зарубежная церковь, от вас отказались. Да у вас благодать, и у батюшки нет. Я молился, и Бог их наказал Украиной. Наказал так, что они не опомнятся никогда. А Украина это житница. Все ушло. И ушло навсегда. То, что они нам делали с нами, с ними сделали это же самое. Перевернули туда. Томас отдали им. Еще уже нельзя сделать. Поэтому что сеешь, то и пожнешь. Вот мой сказ. Налепили этих епископов-то. Вот только здесь прислали епископа. Когда сделали три епархии из этой митрополии-то. А он, наша территория потеряевка, к нему попадает. Понищ, фамилия его, епископ. Он только приехал туда. С первой минуты объявил нам войну. Священники стали к нам приезжать благодаря митрополиту. Но митрополит, очевидно, власти той не имеет ему приказать. Он сдвал его. Он говорит, не на чем ехать. И когда мы сказали, митрополит Сергий говорит, я ему машину подарил. Он лишнего слова не говорит. Ему тоже надо задержаться здесь. Но его, что это не видно-то? Я говорю, вы из Западной Украины приехали-то? Майдан настраивать? Сколько к нам приезжало священников из Завьяловского района? Никого нету. Из Романовского. Всех отбил. Пригрозил, будете ездить, вам там же будет место. Он нас не знает, ни разу не беседовал. И говорят, его не приглашали. Лгут. Ни одного праздника не было, чтобы батюшка не послал приглашение. Меня спрашивают, посылать или не посылать. Да он же не идет. Пошли, батюшка. Чтобы, по крайней мере, он не говорил, что его не любили. А чем мы при нем привинились? Кто знает, сходите к нему, спросите. Мы выполним. Может, какой налог на нас он наложит. Поселим, мы заплатим, чтобы только злоба исчезла. Пенсия у меня большая. 8 141 рубль 33 копейки. Вот такие, брат, дела. А теперь потихонечку второе предложение. Дай текст, пожалуйста, если можно. Дайте текст. Считай, брат Сергей Павлович. Второй стих. 26 20. Но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Сразу задавай вопрос. Если никто не будет говорить, я беру тогда власть. Говорит на это. Я молчу, сижу. Милости просим. Пожалуйста, не молчите. Начинайте, не бойтесь ошибок. Крис Зисоу, кто тут вышел новенький, вы отключите, пожалуйста, видео. Вы меня слышите? Опа-па. О. Вы камеру отключите. Кнопочка там такая. Камера перечеркнута на нее. Нажмите, чтобы она перечеркнулась. Вы мешаете. Трансляция идет. Ой, Господи, помилуй. Вопрос. Что такое дела, достойные покаяния? Как ты понимаешь, брат Никита Устин? Включай. Микрофон поближе. Дела, достойные покаяния. Пример. Можешь привести. Так быстро, нет? Ну, хорошо. Ты на Истович ходил? Каялся в грехах. Прочищался. А дела, достойные покаяния, делал? Вот и ну. Попытки были. Ну, расскажи об этих попытках. Нам интересно. Это личное. Но мы тебя не о грехах спросим рассказать, а о делах, достойных покаяния. Об этом должны. Вы соль земли. Вы свет миру. Да светит свет аж пред людьми. А это личное. Ты что за... Не личное. Дела, достойные. Дабы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего небесного. Ты говоришь, личное. Я от тебя спрашиваю, о делах, достойных покаяния. Ну, можно сказать. Но если вот воровал, значит, ты хотел воровать. И две одежды, значит, отдай одну одежду. Так вот. О, значит, напротив воровства что стоит? Ну, милостина, милосердие, да. Кто праг, кто крал, впредь не кради, а трудись своими руками, дабы было еще уделять нуждающимся. Было у тебя такое желание? Было. Воровал. Вот это личное. Можешь не отвечать. Он милости не давал, значит, воровал. Вот. И я воровал. И вот, и вот, и все. Я не боюсь этого, потому что я теперь не вор. Десятину не платил, значит, воровал. Ну, не просто воровал, а святотатец. Вот. Что такое святотатец? У бога ворует. Десятина принадлежит богу. Кто не дает десятину, тот обкрадывает самого бога. Ну, что, можно? Можно. Глудил, встречь на женщин не смотри. Да не на женщин не смотри, а даже от жены воздерживайся. Вот такое еще есть. Сергей Павлович, только святотатство. Не святотатство, а святотатство. Святотство, да, я, может, это, я знаю, что святотатство, да, от слова святость. И еще, обратитесь к богу, покайтесь, значит, и одежду смените, внешний вид, чтобы ваш был достойный веры вашей. Вот, платок надели, длинную юбку, изменитесь, обновитесь. Вот так вот. Да, ходила в штанах, теперь возьми ножницы и изрежь их на лапшу, и шею из них коврики, и рандай нищим. Никакой косметики, молитвы совершай постоянные. Да, вот это вот мы перечисляем дела, достойные покаяния. То есть, в чем человек кается, если это покаяние искреннее, то есть, он делает дела напротив этого греха. Ну, какой дальше грех, любой берем, пьянство, например, да, грех. Теперь даже и воды поменьше пей. Мне мама говорит, надо в день полторы литра выпивать, обязательно, врачи советуют. Ну, я как-то обхожусь без полторы литра, уже сколько лет, и нужды нету. Ну, ну вот, расшевелились маленько, слава тебе, Господи. Кирилл Александрийский пишет. Можно было бы сказать, что плоды покаяния – это в первую очередь вера во Христа, а кроме того, евангельское жительство в обновлении жизни. Да, батюшка один, да кто же, говорит, когда жил по евангелию, то у нас, говорит. Чего вы придумываете-то? Никто никогда не жил по евангелию. Ну, да, совершенно верно. По евангелию, в которой человек живет, и по мирски это совершенно разные жизни. Так, ну, слава Богу, разобрались. А вот еще Максим Исповедник, интересно, пишет, что «лицемер не испытывает волнения до тех пор, пока считает, что его лицемерие не обнаружено. Он стремится к славе, пытаясь показать свою праведность. Когда же его изобличают, то он изрыгает смертоносные речи, полагая, что поношением других скрывает собственное бесстыдство. Священное Писание сравнивает такого человека в силу его коварства с порождением ехидны, приписывая ему сотворить достойный плод покаяния, то есть сделать явным свое скрытое душевное состояние». «Да, хорошо. Что такое лицемерие? Кто такой лицемер? Как, Никита Почупай? Ну вот я вот, да, вот часто, да, поближе, сядь, пожалуйста. Лицемер, в своем понимании, это человек, который, как ты сказал? «За глаза», погромче. «За глаза» говорит. «За глаза» говорит. Я уже не первый раз слышу, откуда вы это берете? «Что именно?» «Ну что, ну, лицемер – это тот, который говорит за глаза». «Мне кажется, Велима, можно сказать по-другому, за спиной, ну, какого-то человека, он всякое разное его там, ну, обзывает, гадет, полет. «За слетники, так говорят, за спиной». «Подожди, нет». «А лицемер – это одному одно скажешь, другой – другое, или вот он дома так себя ведет, а на улице по-другому?» «Жены ваши домолчат, еще брат не закончил, а вы перебиваете». «Ну, у нас тут занятия, как бы, в церквах замолчат, а у нас тут, как бы, занятия по изучению слов Божьего, поэтому все могут участвовать. Но перебивать, да, нехорошо. Но, Рахиль, ты считаешь, что брат Никита неправильное слово «лицемер» понимает? «Говорящий за глаза» – это не есть лицемер, это по-другому, как-то, он называется». «Да, конечно, я так думаю, что…» «Я с тобой согласен, да, но только перебивать не надо, но хотя тут… Во мне, как бы, разлитый огонь, хотел молчать, но не удержалась». «Я не… да…» «А что такое лицемер тогда, Рахиль? Объясни Никите». «Лицемер» – это тот, который говорит, вот, постоял с ним такой хороший, ты такой хороший, ты такой хороший, только отошел от него, да он такой гад. Вот, это лицемер. Ну, то же самое Никита и объяснял, за глаза говорит, то тоже вы вдвоем неправильно понимаете. «Лицемер» – это другое. «Да, вот, кто сказал сейчас лицемер другое, скажи, что это такое?» Это когда показное поведение не соответствует внутреннему расположению души, мыслям, убеждениям, состоянию совести, желаниям, чувствам. То есть ты, например, блудник, а ходишь, всем говоришь, надо благочестиво себя вести, надо жить благочестиво, ребята. А сам блудник ходишь, а всем объясняешь, что на самом деле вот так вот. И все смотрят на тебя, ой, какой благочестивый человек-то. «Нужно детственность хранить, береги честь молодого». Вот это лицемеры вот так вот говорят. Да, вот это тут есть лицемер. Он хочет, чтобы о нем думали все хорошо, а сам исправляться не желает. Вот это вот есть лицемер. А который за глаза про других говорит, это как этот человек называется? Я даже не знаю, но говорит за глаза, это говорит. При этом человеке боится, это трус он, понимаешь. То есть он в глаза боится сказать, а за глаза… Это коротко, лицемер – это двоедушный человек, двоедушный, двуликий. Сначала одно говорит, потом другое говорит. Говорит, например, что красить нельзя, а сам крадет. Даже может быть три лица в нем. Один, который наедине с собой, другое в семье, а третье лицо в обществе. А лицемер, который говорит одно, думает другое, а делает совсем третье. Можно добавить? Да. Четвертое. Перед Богом совсем другое. Ни первый, ни второй, ни третий. Такое может быть. Перед Богом другое. Братья, трамвов роликов. Как раз в самом слове и расшифровка. То есть меряет лицо, по лицам смотрит. Одному скажет одно про этот же предмет, а другому про этот же предмет совершенно противоположное. Или третье. Четвертому четвертое, другое скажет. Вот лицемер. Нет. Не согласен. Сейчас он, брат, зачитал, откуда-то и словаря какого-то, научными терминами, там правильно. А здесь лицо меряет. Да чего его мерить-то? Нет. Меряет предмет по лицу. То есть смотря какому лицу он говорит об этом предмете. А кто ты это взял, Никита? Ой, Рома. Ну вот сейчас вот вы так же сейчас об этом и говорили. Просто я другими словами об этом сказал. Я вам не противоречил. Кратко сказал, выразился. Лицемерие – это показное поведение, не соответствующее внутреннему расположению души, мыслям, убуждениям. Никакие лица он ничего не меряет. Он хочет, чтобы все о нем думали хорошо. Но он на показ все делает. Внутри он, говорю, блудник, но всем говорит, нужно детственность хранить. И блудить – это грех. Ай-яй-яй. Вот это лицемеры книжники фарисеи Господь называл. За что? Потому что гробы окрашены. Сверху они красиво, а внутри наполнены костей. Зловонных. Ну да, я про это и говорю. То есть, допустим, священник говорит простому человеку. Да не про это ты говоришь. Не перебивай. Священник, допустим. Все, дальше идем. Не мешай. Тебя под ногами. Так. Так. Дела достойные покаяния разобрали. Дальше. Вот Исайя 45-22. Ко мне обратитесь, и будете спасены. Все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Тоже про обращение говорится. Ну и тут про спасение, конечно. То есть, пока к Богу не обратишься, никакого спасения. Многие говорят, что спасение, от чего спасение, от чего нам спасаться. Они еще и не знают, что надо им спасаться. Есть такая категория людей. Сектанты вообще не считают, что они все спасены уже. А вот другая категория людей считают, что о чем мне спасаться. Он не видит опасности никакой. А вот это и есть. То есть, совесть молчит, он погибшим грешникам себя не осознает. И вот еще один вопрос. Как другими словами выразить эти слова? Сделать прямыми стези его? Пожалуйста. Покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяться, да. То есть, пока человек не покается в грехах, не признает себя грешником, то есть и путь закрыт Бога в это сердце, пока оно грязное. Чистые сердца Бога вызрят, пока у тебя внутри помыслы всякие там блудные, страстные, то и нету покаяния искреннего. То есть, ты своим греховным жизнью, греховным поведением сам глаза закрываешь от Света Божия. Дальше. Читаем. Тысячи людей каялись под впечатлением проповеди Иоанна. Куда они потом делись? Вот такой вот вопрос. Ну, каялись. А куда делись? Ну, то есть, вопрос в том, что дальше-то они за Христом не пошли. Дел достойных покаяния не сделали никаких. Значит, одного покаяния может быть недостаточно. Да не может быть, я уверен в этом. Нужно молиться и просить Бога. Просить Бога, чтобы Он помогал в исправлении и приносить плоды покаяния. Решимость нужна. Да. А прежде всего, помощь Божья. Работа над собой. Очищение, обновление. Общение к себе подобными. Обязательно. Да. Более духовными. Какое, сестра, место Писания про обязательное общение между собой помнишь? Первая Иоанна, по-моему. Не помню стихи. Один стих. Ну, да. Смысл-то какой там. Если ходите во свете, как и я, как и Он во свете, и имеете общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Да, то есть общение с друг с другом как бы поставлено в условия. Да. Если условие невыполнимо, то и никакого прощения нет. То есть не общаясь друг с другом, человек, ну, сам себя со стороны-то как бы плохо видно. Духовно не расчет тогда. На прошлом заряде Игнать Тихонович говорит, ну, вот вам со стороны же виднее, ну, скажите, в чем мне исправиться? На ком вот табличка-то, дай Бог памяти-то, и еще обличающих меня носил такую. Кто знает? Не Петр или Первый? Что-то молчат все. Игнать Тихонович с нами? Нет, ушел. На кухне он с Володей. Да-да, да-да. Петр спросил, у кого была табличка еще обличающих меня. У кого это было? От вас я слышал. Алло, сейчас. Володей, это что-то ко мне или что? Да, вам. О чем? Был у Петра Первого перстень, я не спрашиваю, у кого было это? Перстень Петра Первого, который говорит, ищу научающих меня. Не обличающих, а научающих. Остребуй учащих меня. Понятно. Спаси Христос. Этот перстень еще увидеть надо было, чтобы так сказать ему что-то. Да, а мне почему-то запомнилась не перстень, а табличка. Действительно, на перстень как там увидишь-то. Да, тут какое-то лукавство получается. Ты подойди к нему, попробуй еще. Вот это и есть, наверное, лицемерие. Так он бы еще там где-нибудь под мышкой наколку сделал бы, ищу обучающих меня. Начнешь его учить, он скажет, да ты что меня учишь, я же царь. Вот это и есть, наверное, лицемерие. Это, может быть, хотя, не нам судить. Брат, это он написал для себя на перстне, не для кого-то. А для чего? А для чего? Мы-то узнали об этом перстне. Наверное, чтобы понуждать себя всю жизнь учиться, быть на высоте. Для самообразования, да? Людям свойственно забывать, чтобы не забывать. Ну и вот дальше вопрос у нас. Куда они потом делись, эти люди, которые покаялись под впечатлением проповеди Иоанна? То есть, имеется, видимо, то есть, зная дальнейшую историю мира и конкретно иудеи, мы можем дать неприблизительный ответ. Может ли одно сознание своей вины, греховности исправить человека? То есть, один и другой вопрос цепляется. Мы выясняем, что раз историю мы иудеи знаем, что Иоанн Креститель проповедовал, говорите, вот Сын Божий, который берет на себя грех мира, где эти люди? Все ли пошли? Понятно, что не все. И отсюда сделаем логический вывод, что одно лишь сознание своей вины, греховности исправить человека не может. А что еще нужно в следующий вопрос? Мы как раз перед этим и говорили, на этот вопрос и отвечали. Что нужно сделать, чтобы принести плоды покаяния? Аминь. Исправить себя, молиться, просить Бога помощи, быть в общении и так далее. Итак, неужели добрая сделалась мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Сергей, ты забываешь включать сюда. Что? Текст где? Текст где? Благодарю. Тут кто-то текстом занимался. Это я включал, пока вас не было там, или вы что-то занимались добавлением. Да, да. Вот он текст, пожалуйста. Здесь, наверное, лучше прочитать толкование фифилакта. Вот к этому отрывку. А что там, собственно, толковать надо? Там это все... А это сложный, кстати, отрывок. Чтоб его понять. Вот это вот, что я не хочу, то делаю, да? Вот это что, Сергей читал? Да, да, да. А, ну, мне, в принципе, и так ясно. Без толкования. Лично. Тогда объясните. Да, это говорится о том, что, как бы, наша плоть, она греховна. Ее нужно воспитывать постом и молитвой. Потому что иначе закон Божий, который написан в Евангелии, не исполнится совершенно никак. Вот. Это имел в виду. То есть нужно постоянно порабощать свою плоть постом и молитвой, чтобы было легче исполнить, так сказать, заповеди Господни, которые написаны в Евангелии. Ну, я не знаю. Это я... Это как я понимаю. Может быть, я неправильно... Немножко оговорился. Плоть порабощается не молитвой. Плоть, она порабощается постом. Я сказал, постом и молитвой. Да, прошло. Да. Ну... А можно еще? Да, можно. Ну, а так можно понимать, что вот грех становится крайне грешным. Грешным, да. Пока закон не знал, это значит, как бы, прощение. А когда узнал закон, тогда грех становится сугубо, усугубляется. Узнал и не делал. Как-то так. Ну, конечно, да. Пока ты не знал, пока нету правил дорожного движения, что нельзя на красный ехать, то никто тебя и не оштрафует. Но не придумали такие правила. Пока закона не было описанного, ну, не знал человек. Вот. Но незнание закона не освобождает от ответственности. То есть он виновен все равно. Он будет наказан меньше, но все равно будет наказан за грех. А почему наказан? Ну, он же не знал. А за то, что не желал знать. Совесть-то у него все равно есть. Он мог пойти и узнать. Все равно совесть ему подсказывает. А я делаю что-то не то. Вот. Все равно. И здесь вот он, Павел Римлянам пишет, он как бы, он тут не о себе пишет, а как бы о человеке вообще. А то тут можно Павлу приписать, что вот он такой грешник, супергрешник, и поэтому нужно на него равняться. Нет, он говорит, подражайте мне, как я Христу. А Христос говорит, будьте святы, потому что я свят. А здесь он говорит о человеке, что да, правильно вот заметил. Рустам, да? Гусейнов, что ли? Он, Рустам. Янис. Янис. Крайне грешным становится. Вот это слово, крайне грешным становится. Он знал и не делал, значит, вот крайне грешным. Наказание будет сугубое. Я так понимаю. Ну, правильно, да. А вот брат, которому все понятно, очень интересно, так, что ему все понятно. Объясните, а вот что такое, если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Это что, он в себя ответственность скидывает, или что тут, какой смысл? Нет, это просто слабость плоти. Слабость плоти принуждает человека порабощать себе греху. То есть, это местописание говорит о том, что нужно, чтобы исполнить заповеди Господня, нужно поститься и молиться обязательно, потому что без этого никак. То есть, нужно быть независимым от плоти. То есть, духом действовать больше, больше быть духовными, нежели от плоти действовать, быть плотяными. Иными словами, когда плоть ослаблена постом, ей уже не до греха. Страдающий плотью перестает грешить, да. Вот я много грешу, когда Господь дал болезнь хорошую очень, лимфосаркома называется. Я грешить перестал, потому что я понимал, что если бы мне уже не хотелось состояния болезни, я не мог уже. Потом уже и понял, что если я буду дальше продолжать греховную жизнь, я просто не выживу. Можно местописание прочитать? Да, пожалуйста. Сейчас, подождите, там сестра хотела, сестра хотела, вы ее перебили, подождите, пожалуйста, правильнее. Сестра, давай, говори. Не слышал никакой сестры от чего-то? Да ну, вот это ж ты ее перебил. Вот что толкует Феофилакт, что закон добр говорит, видно из того, что я по природе знаю, что я, что должна делать. И что разум у меня не поврежден, хотя я и предаюсь порогу. И все толкование? Да, это толкование Феофилакта Болгарского на эту строчку, на этот стих. Оно короткое. О которой сказал Вячеслав. И еще раз прочитай, потому что без текста. Как будто еще больше запутанно стало. Да нет. Что закон добр говорит, видно из того, что я по природе знаю, что должно делать. И что разум у меня не поврежден, хотя я и предаюсь порогу. То есть разум у меня не поврежден, хотя я и предаюсь порогу. Разум не поврежден, но в плоти действуют страсти. Чтобы их угошать, нужно паститься и молиться. В этом плане. Да, это так. Я хочу сказать, что сектанты, они в большинстве своем исправляются. И не грешат, можно сказать. А как они не постятся и так не молятся, как многие из нас. Это на первоначальном уровне, потому что через слово они очищены и разум получается. Это очищается через слово, потому что написано, что слово Господне, как меч, обоюдоострый. Он разделяет до помышления. То есть души и тела, так сказать, духа. А на самом деле, конечно же, это все до поры до времени. Потом я думаю, что так. Это у них не постоянно. Это может на полгода. А потом у них, они варятся в своих грехах. Они, например, могут блудить. Они могут, скажите, могут пернасловить. И это, в принципе, не искоренить. Искоренить только в настоящей церкви, где есть священство, где есть осознание собственного греха. И желание, так сказать, их искоренить и стремиться идти дальше к Богу. Чтобы дела были явные. Их просто враг. На них просто враг не нападает. Он их оставляет. И все. Зачем он им надо? А не ему надо. А вот это почему они на нас нападают все там кучами. Вот и все. Я вот, между прочим, вчера это читали. Наши днепровские серафины рассказывали. Просто они отходят, их они оставляют, а нападают на нас. Вот и все. И, конечно, да, они туда были у нас, выпивали. А потом пошли туда, все бросали, и наркотики, и пить. Почему? Потому что нету нападений и искушений. Братья, у меня вопрос-то другой был, вы не на то отвечаете. Там Владимир что-то хотел сказать. Владимир, давай. Ну, я не на этот текст, а на слова Сергея, брата. Хотел мне с написания привести. Он говорил о том, что совесть обличает нас все-таки. Даже если ты человек неверующий, совесть нас обличает. Это вот у премудрости Соломона, 12 глава, 1-2 стих. Я его неоднократно повторяю. Нетленный твой дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся ты мало помалу обличаешь. И напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь. Чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя Господи. То есть, через совесть нашу. Правильно. И вот это же сказано. Если даже кто не опоздал Христа, и на страшном суде Господь будет судить их по совести. Почему? Потому что совесть у человека у каждого, если он понимает, что плохо или хорошо сделал, оно отражается. И Господь будет судить по совести. Извините, а где это написано в Евангелии? Нет, я просто слепой, я не запоминаю, где оно. Нет, нет, нет. Есть представление, что Господь будет судить по совести. Ну, не дойдет же проповедь, да? Не познают какие-то племена. Написано, что Господь будет судить человека, и все. А по совести или не по совести, я не знаю такого в Евангелии. Может быть, и я не знаю. В Евангелии, конечно, в Евангелии не написано. Ты, да, ты... Да, да, так, стоп, это очень такой хороший вопрос насчет людей, не познавших Христа, и что их будет Господь судить по совести. Вот. Где об этом будет говориться? Это где-то у послания апостола Павла. Послание апостола Павла где-то написано об этом, упоминает об этом. По поисковику надо найти. Ну, это очень размыто, конкретнее. Какое слово хотя бы нужно вбить в поисковик? Да нет такого, я не знаю. Я перечитывал за две недели. Знаете, тихо, сейчас спросить надо. Ответ есть. Брат, послушай немножко. Римлянам 2.14 пишет вот. А, нашли уже, да? Римлянам 2.14. Сейчас Евтушенко Сергей напечатает. Выведи сюда, скопируй, пожалуйста. Брат. Значит, потому что не служители закона праведны перед Богом, но и исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. А они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, то есть в совести. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, а на другую. Понимаете, язычники, они, никто им Евангелие не проповедовал, ничего, но... И даже апостол Павел этих язычников в пример вставил. Даже говорит, у язычников такого благодеяния нету, какое у вас, у христиан. Родственник на родственнице женится. Или там, блудят там они. Кто там, с кем, я сейчас не помню. Вот так. Так что... Но это не означает, что раз теперь мы это прочитали, значит, у язычников совесть есть, Бог их будет судить по совести и нечем проповедовать Евангелие. Нет. То есть, наше дело все-таки это ближнего спасать, указывать ему на Христа. Вот. Это вот касается... Ну, а то, что вот они там будут судимы по совести, этот стих-то он как бы прямо-то и не говорит. Вот. Просто говорит, что у язычников есть совесть. И все у каждого. А язычники, они, естественно, они не христиане. Совесть она при рождении дается. И человек либо ее грехами своими сжигает, либо она его мучает, и он прислушивается к голосу совести. Это угнать тихо, чем мне нравится, она наработка. Это его слова. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. А голос Божий он всегда направляет ко Христу-то. К его учению. Что правильно ты здесь так поступил, эгоистично. Там не долюбил, там не посетил, там не додал, там не уделил времени, внимания. Там был груб, там... Вот. И сидишь, и вздыхаешь, и охаешь, и говоришь, Господи, помилуй меня грешного. Так. Ну, час у нас прошел. Может быть, вопросы у кого-то есть, Гнатья Тихоничу. Пожалуйста, задавайте. Ну, на мой вопрос так и не ответили, начали предыдущий стих объяснять. Ну, ладно. Ну, давай, 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 твой еще раз задай. Ну, вот стих. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот идет такой стих, который не очень понятен, что имеется в виду. То есть, ну что, от себя ответственность снял, что ли? Что значит, живущий во мне грех? Как-то так. Не я делаю, но грех как бы в сторону отошел. Вот именно, чтобы не было тут недопонимания. Как-то не отходило. Это просто живущий грех воплоти, нераскаянный. И, конечно же, над которым не работали. Постом и молитвой. Все. Ну, не совсем все. Это, мне кажется, сказано для того, чтобы человек не отчаивался, что он не может избавиться от греха. То есть, это нормальное состояние. Зачем отчаиваться? Я не могу понять. Если знаю... Пожалуйста. Ты уже ответил, тебя не поняли. Дай другим ответить. Вот если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ни в коем случае эта строчка ответственности с человека не снимает. Это говорит о том, что человечество, оно совершило грехопадение. И оно склонно ко греху. Кто без греха? Ни один. Если делаете грех, то есть, это состояние, ну, нормальное в смысле того, что оно есть. Но оно не нормальное в том, что мы свыклись и живем во грехе. Все мы согрешаем. То есть, человек покаялся, исповедуется, но все равно он дальше продолжает спотыкаться, неосознанно, так скажем. Почему? Потому что вот у него плоть такая вот, склонна ко греху, тленная. Тихо такой я нашла. Первая церковь 1,19. Погромче. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнули, потерпели кораблекрушение в вере. И это листик как раз подходит сюда? Совесть, которую отвергнули. Да. Совесть подсказывала, что ты делаешь плохо, а ты отверг. И получилось, что потом и вера ушла. Он вообще перестал в Бога верить. Потому что против совести человек пошел. Жить не по лжи. Он стал лгать, знает, что лгать. И все равно он делает. Игнарь Тихонович, пожалуйста. Пожалуйста, текст дай и опусти книзу. Впереди строчек на 10. Прочитать надо. Стоп. Так. Вот вы заметили основное. Апостол Павел где тут говорит, что о законе. Так в этом смысл-то весь. Что по закону грех обнаруживался, но не уничтожался. И он говорит не о своем состоянии, когда крещение принял и дальше. Живет во мне грех. Он говорит о человеческой природе Адамовой. Не о себе. Вот в этом ошибка ваше рассуждение. А дальше. Да вот в нем непроизвольно грех не было этого. У него этого не было. О чем говорит Иоанн? Верующий Сына Божий не грешит. А в другом месте не может грешить. У него все в природе другое. Грех страшен. Если осущается... Ну там грех-то подумал, как Авагофон. Подумал. И то уже он плащет. Сколько времени. Значит, речь идет не о Павле. Вот это главный вопрос. А дальше все понятно. Доброго, которого не хочу, не делаю. Где, в каком месте Павел доброго не делал, что не хочу? Нету. А почему? Смея будет говорить дальше он. 13 стиха. Грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Почему закон добрый? Он указывает нам. Вот если у тебя наедешь по дороге, этот кирпич-то не висит перед глазами. Там проезда нету. Ну а правильно сделали? Правильно. Там яма или там детсад. Ну просто нельзя проехать-то. А ты его нарушил. И вот эта заповедь, не проезжай, она послужила к смерти. Тебя отрезвят там, когда подъезжаешь дальше. Не повернуть, еще могут машину конфисковать. Вот и все. Так и закон. Закон обнаруживает грех. А силы не дает победить. И поэтому я новый во Христе Иисусе. В Адаме все умирают. И смысл? Во Христе все живут. Не только в последнее, но и сейчас. Сын мой был мертв. 15 глава Евангелия от Луки. Был мертв. Как мертв? Да он же там ходил и встречался. Мертв. Но жил. Пропадал и нашелся. Станем есть и веселиться. И нас мертвы по преступлениям. Мефесянам 2.5 говорит. Воскресил, оживотворил, посадил на небесах. Да что мы на небесах? Может на облаке ноги свесили. Это означает, что мы вошли в радость Господина Своего. И тогда, когда толкует святые отцы, они как настоящие буддисты. У них главная молитва. Кто знает главную молитву буддистов? У нас главное это Господь Иисусе Христе, Сыне Божий. Побил у меня грешного. А у буддистов какая? О! Никто не знаю. О, Мане Падме Хум. Вот и сидящий в лотосе. И он смотрит на небо и О, Мане Падме. Уже дальше Хум не говорит. Уже он... Это у него там засчитывается. А потом только выходит уже там лет после десяти. Удивляется всему. И молитвы даже не читает. О! И вот святые говорят. И когда мы воскреснем, тела наши будут подобны ему. И они как толкают. О! Подумать страшно. Вот это О! Перешло к нам, христианам. Когда нас сравнивают по воскресенье с самим Господом Богом. О! Почему Серафим Саровский говорит, вот эта комната наполнена червями. И все черви прогрызают тебя во всех направлениях. Ну, это немного. Ну, лет сто. Возлюбленная. Ну, стоит претерпеть ради того, что ожидает нас. Вот поэтому первые христиане, они стояли так твердо, что язычники говорили, они как деревья. Они боли не чувствуют. Да, чувствовали, но в определенной мере. А Бог погашал. Они смеялись над палачами. Вот там Евдокима. Положили на жаровню. Его жарят. А он над ними смеется и говорит, одну сторону и жарили вам. Переверните на другую. Агапию мучает. Она говорит, у меня отец плотником идет. Вы у него дров попросите. Что так разожгли-то? Совсем плохо. Откуда это у них было? Они подзуживали этих своих палачей. Так здесь говорит о законе. Закон нужен. Правила нужны. Но они послужили к чему? К обнаружению во мне греха. Я проезжал свободно. Я делал свободно. Я старался не делать-то, не делать. Но старался, и закона еще не было. А теперь... Вот так человек был в Ветхом Завете. Силы победить, грех не было. Ее не было. И поэтому этим были увлечены даже самые святые люди. Но нигде в Новом Завете Господь не говорил. Иди там, женись на блуднице. Кокосии сказал. Иди, возьми ее блуднице. К ней прикоснуться страшно. Какая она была, неизвестно. То ли хорошая, то ли нет. Иди, возьми, женись. Так она еще даром... Да нет, ты два мешка бобов там, полба отдашь за нее и все. В общем, траешь, даже не верится. Или Исаии. Господь говорит, разделься и ходи голый. На сегодня же его в дурдом отправляют. Исаии начертил на земле какую-то округлость и говорит, это Иерусалим. Положил туда кирпич и лежит на одном боку. И Бог ему сказал, что делать? Печь на человечем кале. Лепешки брать. Он тут и размолился. Господи, ну как это так? Ну сделай мне, чтобы я там коровьи лепешки буду собирать-то. Ну ладно, Господь разрешил. Какого состава пищи? Все замерено мензурками. И он лежит, люди видят день, два, три. Триста дней лежит. Да тут же пролежь не будут. Лежит, а что? Осаду делаю. Осаду делаю городу. Городный кирпич лежит. Ну сегодня что подумает-то? А так все и было. Вот понимаете, людям необходимо было добить до конца, что так будет. А не, говори да и говори. Он говорит, сегодня я вам покажу. А что покажешь? А вот вы знаете, где улица тут? Ленина 6. Ну да. Ну оттуда собирайтесь, я вам покажу. Я покажу, как вы в плену будете мучиться, как вы уйдете отсюда, как у вас ничего не будет. Да как так? Ты уже царь. И царь что сделает, я покажу. Так что кино будет новое? Да, новое кино. Кино Беспредел. Советую посмотреть, кто не видел. И вот он залез. Конечно, у него там из прутьев, мазанка украинская. И когда люди говорят, когда начало фильма, то он говорит, 6 ровно. И в 6 ровно начинает изнутри стену проламывать. Проламывает. Лицо закрыл, там все, в простень завернул, какие-то тряпки вытаскивает. Вот так побежит царь, сделает пролома, побежит. И вы за ним. И вас схватят. Теперь шли домой люди и рассуждали, сколько пыли-то было. О, это никак не забыть. И здесь. Закон свят. А я продан греху. Не Павел. Сущность Адамовой природы до обращения ко Христу. Понятно? Ну да, так гораздо понятнее. Вот так. Мы должны принять это единственное толкование, другого нету. И уже философствовать не надо от отрата времени. Вот видите, как немножко начали участвовать, как оно лучше запоминается. Если толкование не знаешь, сказали не так, беды-то никакой нет. Мы же рядом поправим. Но то, что вы ищете, говорите, это уже хорошо. Геннадий Тихонович, на прошлом занятии просили меня указать на ваши грехи. Вот. Но хочу сказать, что, чтобы это сделать, нужно, во-первых, опытом обладать, духовным и житейским. Во-вторых, нужно жить рядом с вами. Поэтому, конечно, это я сделать не могу. А вы можете сами назвать три своих главных греха, с которыми вы боретесь постоянно? Три греха, с которыми боремся? Ну, вы сами свои грехи можете назвать, с которыми вы постоянно боретесь? Три главных греха. А почему не четыре? Ну, может, и десять. Я не знаю, какие у вас, чтобы знать, какие у вас обуревают. Не одолевают. Вот когда говорят и считают, это все монашеская наработка. И сейчас это открыто говорит там Киприан, архиепископ. И Андрей Кураев выставил это все сейчас в интернете, я могу вам скинуть. И поэтому ереси все рождались здесь. Деятельности никакой не было. А в Западной Церкви ни одной ереси не возникало. А здесь и монопилиты, монопизиты еще только не было. А почему? Потому что монахи зарядили грешный, многогрешный, супергрешный, архиегрешный. А кого это привлечет? Рождение свыше главное. Если ты родился, тебя нету. Прежний умер. Он был мертв и ожил. Мертвый по грехам, ожил покаяние. И вас что туда не тянет? За что будет тянуть-то? Отвратительно вспоминать даже, если что было. А вот какие три греха, с которыми я борюсь? Я вообще не понимаю. Люди приходят, каются. Если духовно, я согласен со всеми грехами, которые перечислить. Ведение, неведение, уме помышления, воде на щит. А чтобы я знал, с утра я заряжал себя на борьбу с каким-то грехом, я этого не знаю. 56 лет прошло, я не знаю. Нет. Просто Господь сразу отрубил, и как будто никогда не было. И все завяло. Ни с сребролюбием, ни с чем, и сатана не может искушать. Мне вот кубометрами дали бы там, ну, золото или что-то. Я бы нашел, употребить куда. А мне разницы нет. Ни в деньгах, ни соображая, ничего нет. И бороться я ни с чем с этим не борюсь. Господь хранит, окружил благодатью Своею. А если где-то, где-то ошибаемся, падаем, но это не борьба. Это осознание сразу, что я споткнулся. А что споткнулся? Ну, проспал. Я сегодня ночью проспал. Я разговаривал с ангелом. Я в воскресенье хотел рассказать, неохота и вам сказать. Наверное, все разошлись, никого нету. 15 человек тут, 15. Тогда слушайте. Вы меня подбили на это рассказать раньше времени. Сегодня у меня было такое событие. Я виноват. Я каюсь в этом. Но никакой борьбы тут нету. Ну, почему? Я ложусь пораньше, чем Володя. Володя встает, как всегда, в 4.40. А я иногда в 2, иногда в полвторого. Ну, и днем-то упадаю прям буквально. Ну, спать-то охота. Начинаю читать. Я два раза упал на клавиатуру, разбил нос, сунулся. Пищатал, уснул, головой сунулся. Кровь потекла. Нос окорябал весь. Я уже боюсь за клавиатуры. То есть, организм не тянет на то, каким я был моложе, когда. У меня 2,5 часа уже ходило на сон. Ночью молитву. Начну молитву, а холодно. У нас батареи-то нету. Выдувает. Володя, открытый опять этот. Из-под пола-то кошки открыли. Закрой, пожалуйста. Вот. Я встал ночью-то. А холодно. Я подумал, я встаю раньше. Я затопляю печь. И когда затоплю, надо смотреть первое время, как она. А в это время я рядом и помолюсь. То есть, я рассудил правильно. Она говорила, что ее рано, все равно еще идет ночь. Ну, то есть, ничего нету. И лег. А у меня три байковых одеяла, под ними тепло. И я сегодня проспал. Мало того, когда Володя встанет, я после молитвы сажусь за компьютер, выставляю 10-12 роликов. Там подписи делать, письма ответить. События дня. У меня работают. До обеда я разбираюсь с почтой. А тут подошел и модем. У меня модем такой, ну, плоский. У него мигает, мигает раз, два, три. Три мигает, и четыре не мигает глазка маленьких. Маленькие такие, как пшениченки. Нету. Нету, и все. Модема нету, интернета нету. И я думаю, сейчас и в Америке, и в Австралии, где наши ролики постоянно считают, даже в Турции, даже в Японии, в Австралии. Вот. И нету. Люди-то, я говорю, что сейчас думают-то? Мы стали утром молиться тогда, а я думаю, как это так? Даже подумали, что у нас провод кто-то обрезал. У меня от телефона работает. От стационарного. Ну, работает хорошо. Ну, тихо закачивает и проще. Но модем мертвый, никогда этого не было. Я встал, когда ночью-то, он работал. Но я лег. Я умер, и он умер. Вот сейчас днем на стул сажусь, а днем никогда не ложусь. А на спинку так вот откинусь, а сюда в такую сумочку под голову подложу, чтобы не голым щерепом-то касаться стены-то. И сажусь и молюсь, чтобы, Господи, как мне не проспать-то дольше-то 15 минут-то. 15 минут проходит, в дверь прям барабанит кто-то. Я соскакиваю, бегу. Кто? Кто? Никого нет, Господи, прости меня. Сколько раз было. А потом другой раз. Я уже 17 минут. Я задремал, уснул. Днем. Мне уже сердце не тянет, машина-то. И в дверь-то, видно, стучит, а я не слышу. У меня прямо над головой, как по стенке. Давай стучать. Я скорее соскакиваю, лес-то рядом лежит, это четкий-то, и на молитву. А тут-то я подумал, что буду молиться, и не помолился. И ангел меня просто выключил, и мы с Володей ничего не можем сделать. Нету. Вот я на молитве это все припомнил. Молюсь, а сам думаю, я виноват. Я с ангелом разговариваю. Когда людям скажу, они думают, мистика какая-то. Ничего подобного. Реально. Я в это верю. А ангел рассмотрел мое поведение, что я отложил, а сам и проспал. Так-то бы нормально. Я встал в 2 часа ночи, помолился сначала, печку растопил, чайники залил кипятком. Я проспал. Проспал, и молитвы нету. Мы помолились утренне, а ночной-то нету молитвы. Я уж не помню, может быть, несколько лет назад у меня так было или не было. И теперь я, Володя, ты что делаешь там? Да что-то так. Я скорее в уголок, я тебе не нужен, не нужен. Скорее ночной оброк свой вынести. Ангела поблагодарить, а сам улыбаюсь. Мне весело. Какие у меня близкие интимные отношения с ангелом. Вот я вам что и рассказал. Понятно. В общем, падаете, встаете, а так, чтобы конкретно бороться с какими-то... Нет, я не борюсь. 56 лет назад в один раз я склонился и встал. У меня Бог как отрубил. Отрубил и нет ничего. Когда я людям говорю, что Бог дает таланты, ну, талант у меня отец был памятливый, я только Библией занялся. В момент обращения я занимался на семи языках. Я все бросил, не надо мне это, не надо. Я языки эти не беру уже 56 лет. Я стал заниматься Библией. А сколько? До 10 часов в день уходила. На работе везде запоминаю. Еду на велосипеде, маленькая картонка перед глазами. Минуты не было. И уже через три месяца я проповедником проповедовал в баптистском молитвенном доме. Хотя они знали, это брат православный у нас обратился, и меня не могли сдвинуть. Там не было, там храм был православный, батюшки пришли в Евангелие достать там для своих-то. А он пьяный валяется, и какие-то женщины на столе пепельницы дымятся папиросами. Мы говорим, у батюшки Евангелие-то есть, да где это он пропил его? Вот как с самого начала было. Я благодарю Бога. Я во флоте работал, на корабле, и как только в этот день, 27 сентября 1962 года, переступил через фальшборт, ну такой, борт, я первому матросу сразу сказал, и когда говорят, люби ближнего самого себя, если ты никому не проповедуешь, ты лжец. Вот, ты погибший человек. Накормить надо, а почему духовно не накормить? Да когда это преследовали? О, в мое время за это крепко преследовали. Я учусь, у меня блестящая характеристика. Добиваясь за год сдать три курса, это вообще немыслимо, при том по выбору комиссии на одном из трех языков. И вдруг я обращаюсь к Богу. Мне дают характеристики, когда узнали, что верующие, мне самую отрицательную характеристику. Ты капитан дальнего плавания. Вы остановились в Англии или где-то. Территория нашей страны это корабль. Вы что, у вас не заладилось будете? Господи, помоги. Меня со всех сторон обложили, я ушел оттуда. Ушел на стройку. А тут я никому не нужен. Топор из рук не выпускаю. К вечеру не могу ложку держать, так граблями и держу, потому что дерево, дуб, из дуба дома рубили. Вот как Бог сделал. И мне ни до чего не было дела. Нету. Ну, какое-то там было, но я не пьяница был. За всю жизнь я о том матеркане сказал. То есть Бог свой сосуд уже готовил. По правде законы, как Павел говорит, непорочные. С парисея в парисей. Поэтому мне закон Божий, каноны, правила очень близки. Они регламентируют движение, показывают направление. А они как вешки на пути. Если Христос съедет пусть, Евангелие путь, то каноны – это вешки, которые, говорю, а пурги вдоль дороги наставленные. А мне с чем было бороться-то? Да, бывает, если посмотришь где-то, подумал плохо. Подумал неправильно, но промолчал, не сказал и не пожалел. А про это никто и не знает. Я подумал неправильно. У меня было вот с Сергеем Козловым. У нас раза два были расхождения с ним. Ближе меня у него никого не было. Вот сейчас Сергей Евтушенко опубликовал мою переписку с ним. Это 8 полноценных роликов. Переписка в Ворде. Да, отдельно в Скайпе. Но у нас было расхождение о мнении о людях. Характеристику дать плохую намного труднее, чем хорошую. Вот этот человек, который, ну, нынче за Матильду там боролся. Вы помните, Калинин Александр. Он меня с ним сводит. И такой хороший человек. Я один раз поговорил, вижу, мошенник он. У него ничего не было. Он воскресал обман. Сергей даже на меня как-то посмотрел так, что, ну, дескать, такого хорошего человека, и вы его так не признаете. А когда его взяли, сейчас разобрались, он убийца. Он женщину убил. А Берле открыла она ему, а он с убийцами пришел. Она не открывала. А он, это я пришел, тетя Шура. Она открыла, и они ее задавили за деньги. И он сейчас вышел. Он подлейший человек. Отнял жизнь у женщины. И никому это не говорил. А я не знал, меня сразу Господь насторожил, как говорится, волосы на загривке поднялись, как уголка. Что-то... Это он такой. Почувствовать надо было. Не знаю, еще с одним человеком так же было. Сергей говорит, вот туда там заедете, то другое. Я один раз только поговорил. Да это сейчас на меня, ролик за роликом. Синицкий, Синицкий Александр выставляет. Ну, и мне подсовывает. Посмотрите, посмотрите. То есть играют. Я посмотрел. Он второй, там про меня, другой. Это абсолютный, полный безбожник, одержимый демоном лжи. Абсолютный. Сектант был безбожник. В лагере в нашем, он ролик строит, сейчас 38 минут. Ни одного движения нет, которое правильно. А почему он на вас нападает? Потому что я первый напал на него. Вот я на него только обвинул на лицо, ни одного слова не слышал. Я увидел этот человек чужой, чужой. Для него лишь бы копаться где-то. И он не знает Бога. А когда теперь уже встал, а Сергей говорит, он хороший, он обличает там каких-то сектантов. Я говорю, нет. Вот в чем мы только расходились. Но это нас не разводило. Но теперь-то понятно, кто он такой. Он напал на Златоуста. Всю его биографию перековеркал, и все лжет и лжет. Он непрерывно. Он одержимый легионом лживых духов. Я это все... Златоуста-то мой любимец. Я бы молчал. Да кто я такой? А он умер. Он не может за себя заступиться. Я ему сказал, кто он такой. Ему, видимо, платят за это. Он на всех кидается. Разве нет кого кусать? Гавкать на кого? И он сейчас на меня ополчился. Сейчас 38 ролик. Ну, чтобы составить его, он еще часа два потерял. Так вот эти 3-4 часа он никому не мог зло делать. Я его отвлек на себя. Эту силу. Он мне и фашистом там, ну, самыми какие слова только знает. Он неверующий абсолютно. Как я с детьми нахожусь? Его спросить. Я начальник детского лагеря 45 лет. 45 часов он провел с чужими детьми. 45. Как Степаненко. Максим говорит. Он мне на неделю взял там 10 детей, что ли. Я, говорит, не знаю, что с ними делать. Они в разные стороны тянут. А у меня нет этого. Полный порядок. Он отрицает воспитание, которое дает нам Святая Библия. Он не знает, к чему придраться. Он лиходей. Вот раньше такие под расстрел вели миллионы людей. Академика Вавилова там расстреляли. Других, кого считаешь. Кто Рокоссовского посадил. Доклад. И он везде, везде жалуется. Он не понимает, что времена другие. А это осколки тех. Может быть, отец у него с Тукачевым был. И он у меня разбирает. Он не понимает. Если бы заглянул в мои книги, которые на меня нападали, я подал в суд. Все процессы выиграны. Его бы в суд ее задавили. Но я только молюсь. Господи, прости его. Он не знает, что худо. Он не понимает ничего. И поэтому, если кто в лагере был, посмотрите, что он пытается критиковать. Не просто так, а под суд подвести. Его прокуратуру сдать надо, в дурдом поместить и прочее. Что с него спрашивают? Безбожник. Он ничего не знает. Я каюсь, Господи. Я сразу подумал, может быть, и не так. Но вот это мне Бог открыл. Есть где слово, которое сказал о нем, хорошее. Прости меня, Господи. Не рассмотрел, как стал сатана во весь рост. Вот борьба с грехами. Понятно. Я к тому, что вы у святых, вот я читаю, что они чем ближе к Богу, тем больше свою грехованность чувствуют. Вы это на себе чувствуете? Я вот чувствую. Статья Киприяна, Андрей, который перекопировал-то, все это надумано. Ни в одном месте мы нигде не считаем, что Павел боролся с грехами. Или Петр, или Иоанн. Никогда этого не было. Почему? Безделье. А если бы они благовествовали, они бы думали обратить человека, одного человека, Иоанн Золотов говорит, нужны, хорошо запомните, нужны тысячи талантов. Не один талант и не одна тысяча, а тысячи. Вот сколько людей у меня встречается, к каждому свой подход. В чем он нуждается? Как раскрыть его душу? Я рассказывал, как мы в поездке были. Незваные, нежданные, неизвестные, приезжаем. Я в 10 минут должен полное доверие библиотекаря или директора к себе вызвать. Вызвать доверие к книгам. На все про все 20 минут. Это немыслимо. А сколько вариантов? 650 городов, 650 вариантов. А у них ничего нет. У чего он нападает-то? На что? На меня он не нападает. Он на выдуманное, сам. Вот там ребенок, а вы слышали, там вы не расслышали, там крик. Это я его там бью. Он там плохо слышно, а он расслышал. Он видел, не видел, конечно. Не видел. Он знал, как бороться, ребенок материться. Ни родители, ничего не могут сделать. Может, ему это не надо. А у меня каждый родитель давал расписку, что я имею начальник право наказать его за беззаконие. Сделайте хоть что-нибудь. Ему это не важно. Он все это упускает. Я виноват. Я виноват. Он бездельник, ничего у него нет. Я посмотрел этот ролик, его я не мог скрыть улыбки, непрерывно смотрел. Борется-то не со мной, а выдуманное, сам. Даже дети бегут за велосипедом, это они меня все время возят, я их заставляю. Они бегут, уцепились за велосипед. Любое дело, какое бы я ни делал, приехали полиция, и прокурор сидит рядом, помпрокурора. Я отвечаю им, они его не забрали. Это он их всех обвел, вроде зазомбировал. К нам приезжает директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэннон. И она долетает до Останкина в Москве, оттуда дают есть сопровождающего, значит, это очень важный человек. И они летят в Барнаул, из Барнаула их привозят на машине в Потеряевку, чтобы встретиться со мной. Что-то стоит это? А теперь она пишет прекрасную статью, она эту статью дает читать, и говорит, я обольстил ее, я обманул этого дерева. Так она ходила, видела, как она, так она написала, что уехала, когда туда, говорит, как Соломону, к Соломону с Алисой Савской была, она, говорит, я приехала к Лапкину, так мне половину не рассказали, что я увидела там, какой подход к детям, как работать. Она директор, ездит по всему миру, а он это все как? Я ее обольстил. Ну, понимаешь, он ответить еще не может, а обвинять надо, надо помазать меня. Но на мне это никак не отражается. Я нормально ел сегодня, нормально спал, молился, не менее семикратно в день, а он хоть раз молится, тогда у нас бы этого не было. Поэтому какая-то ни критика никакая, просто человек тешит демонов. Всякая ложь от дьявола. Дьявол лжется, отец лжи. В одном только ролик, он примерно 50 раз солгал по-крупному. Вот вы зайдите к нему, там где этот ролик у нас про лагерь-то, и оставьте ему комментарии, кто в лагере был. А как же молитва, Игнать Тихонович, вот это, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, вечером мы читаем, историми от окаянских согрешений, подождь души моей окаянней. Если есть, не надо обманывать ни себя, ни людей. Я просил в 40 раз, Господи, помилуй, не больше трех раз. Это неверие. Господь говорит, воззови, но не сказал постоянно взывай. Воззови, я услышу тебя и приму тебя. Это веры нету. Сколько раз, два раза только Давид, Господи, мой Господи, и это встречается один или два раза. А тут 40 раз, Господи, помилуй, а у армян 100 раз. А Макарий, Макарий Великий сказал, яко не кали же, сотвори их благое пред тобою. Макарий Великий сказал, это как же так-то? Неправда. Он сидел в пустыне, ничего не сделал, о себе он мог сказать. А как это можно сказать воины и сынецки? Когда он сколько их людей спас? Может быть, он как раз в руку сохранил культяпку моего отца, потому что был в Красноярске отец. Николи же благое сотвори их пред тобою. Это уже не знаю, что сказать. Показать смирение. Богу не надо это. Вы читайте книгу Иова. Когда Бог наказал, он требует суда, на Бога в суд подал. И он не сетюкал с Богом, не задыхался. Как будто Бога за грудки брал. Господи, ответь мне, почему ты сделал это? Ты не прав здесь. Вот показал как. И чем кончилось? И Бог даже друзьям его говорит, скажите ему, принесите жертву, что он помолился за вас. А они лгали и лгали за Бога, грешный, богогрешный. И Бог от них даже молитвы не принял, лицемеры. Бог видел внутренность его. Он сатане похвалился, видал ли, раба моего, его. Нет такого на земле праведника. А сатана, озряли его. Но! Это у него пенсия большая, ему машину дали. Он стал собирать, он говорит, нет, не в этом дело. Он такой есть. А там все повторяется. Мне кажется, я вас понял, о чем речь. Да, благодарю. Да, надо жить радостно, написано непрестанно радуйтесь. Вот, есть журнал, был раньше, Покров, там, паломник. Я много брал материалов, и издал, на пленке насчитывал. Там есть такие просветители. Он, молодой священник, стал проповедовать, а который настоятель-то, Ферапонт, а он его гнобит и все. Он в церкви, а жена собирает детей и с детьми занимается, просветители называется. Ну, он на него наклепал. Архиерей-то не разобрался, ему говорит, ну, раз он тебе противоречит, отослать его в монастырь, там, на два месяца, в монастырь. Ну, в монастырь-то приехал, этот, я не знаю, как звать его, Виталий или кто, священник-то. А матушка здесь, в деревне осталась, ее не затронуло. И там он монастырь этот поднял на ноги. Монахи исповедовали, грехи и грешны, многогрешны. А когда пошли к нему на исповедь, а священник попросил, говорит, это же не запрещено, говорит, нет, просто, ну, послали сюда им. Они пошли на исповедь. Он их так исповедовал, у них лица засветились, а мы что делали? Каждый день грех, 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 да кому мы нужны, эти люди-то? А он показал, вы прощенные Богом. Христос умер за вас, ликуйте. И вот получилось так, что туда Господь послал доброго человека, генерала одного. Он приехал, хоронил кого-то, и проповедь его вот услышал. И генерал, как вот Серафим Саровский, когда подошел один с наградами-то, а он говорит, да ты куда лезешь-то? И с него все медали на пол упали. Он в тылу сидел, да получал. Так и здесь. Он приехал к архиерею, генерал-то. Архиерей говорит, народу совсем мало стало ходить в храм, то плохо верят. А почему, говорит, даже не знаю. Он говорит, наверное, потому что к народу дорогу закрыли. Да нет. Ну, священники такие, никто не проповедует. О, владыка, я на днях был в монастыре в этом жировицком, и там один проповедует. Кто, я его не знаю, говорит он. Как он меня пробрал? Я целый день дома каялся. Здесь, владыка, ты не поверишь, слезу прошибло. Я с монахами спросил, а кто такой? Они говорят, не говори. Мы уже боимся, что обратно мы уезжать. Второй месяц кончится. Он нас всех воскресил. Мы все такие веселые стали. Рассказываем, как Бог нас благословил, где что. Он говорит, идите и проповедуйте, не сидите. Архиерей послушал и думает, что делать? И переоделся в ряску, взял помощника и поехал. Закрылся своей, которая у него камелавка, не видно его. Приехал в монастырь, послушал. И оттуда поехал туда, где он служил, священник Виталий. Ну и поговорил со старостой, а старостой приветливо сделал. Пригласил их покормить. А он заходит, матушка, а вот эти заехали-то монахи. Ну как знакомое-знакомое лицо такое, не могу никак припомнить. Ну, что он так интересуется обиталием, про него много спрашивают-то. Ну они ушли когда. А он пошел там в другую комнату, а там портрет архиерея висит-то. Он как в захлазон забегает, матушка, да как это же архиерей был-то. Да я, наверное, что-то лишнее сказал. А когда Виталий-то вернулся, из епархии перешел пакет. Маточка говорит, ну и вот, теперь другое место перережать. А когда раскрыли, а там ему камеловка, и он теперь будет метрофорный, и главный. А этого поставили на второе место, Ферапонта. Главное, людей разбудить в Евангелии. Если не проповедуете, никакой любви в тебе нету. Иди, соседу говори, ближнему говори, на молитве проповедуй. Вот сейчас вы если откроете, но не сейчас, чуть попозже, это, через неделю, может через две, у меня каждый день беседы по этой рулетке. Я сегодня постараюсь, за ночь один поставить, сегодня, сегодня я с ним беседовал, с мусульманином. Сегодня с мусульманином беседовал, и как мы расстались. Какие он мне слова сказал. То есть, семя брошено, и оно может прорасти. Вот. Приходится все время менять тактику. Тысячи талантов выпрашивать у Бога. Ну что, Сергей Павлович, распускаешь? Павел, Сергей уехал на работу. На работу. Да ночь же, как же он так, на работу. Игнатий Тихонович, есть вопрос. Давай, давай. Беседуйте в чат рулетки, а видно же, что они пьяные, они немычачие, у них разговаривают. Зачем вы им бисер метаете-то? Ну так. Вы туда пойдете беседовать с ними? Нет, нет, никогда. Никогда. Ну помолись об этом, хоть один, чтобы там был грешник. жалко вас, даже это, жалко вас, чтобы вы не... А вы вспомните фильм, вспомните 12, Никита Михалкова. Он один говорит, вот я, я директор был, в свое время профессором был, запил и все, и валялся. И женщина в окно меня увидала, женщина одинокая, она меня, говорит, приволокла домой, отмыла, и дальше-то я снова вернулся на ту работу, меня везде приняли. Того тебе и пьяница. Так еще про Христа там не говорят. Я знаю, первый раз беседуя, стоит человек, никуда головой не повернет, а в руках бутылка и курит. Я не больше там 15 минут беседовал, он бутылку вот-то, а бетонный столб разбивает, все бросил, папиросы порвал, все. Это Бог делает. Он дал нам власть господствовать над сатаною. Он будет жалить тебя в пяту, а ты поражай его в голову. И сатана отступила от человека. Так что вы молитесь, чтобы было как должно. Сегодня я с одним мальчиком беседовал, тоже это будет потом выставлено. Мальчик, 16 лет, и он уходить не хотел. Так что не все там валяются, есть которые на ногах стоят. Я с Рахидом вообще не согласен. Правильно, что вы их там проповедуете. Они видят, что пожилой человек, значит, уже у них мысли какие-то покаянные, прожил жизнь, и он им начинает рассказывать. Это очень правильно. Грешников же пришел призвать к покаянию. Я не просто рассказываю. Не просто. Я ему стал говорить о суде Божьем, что грех прелюбодействует. Вы пришли сюда блудить. Я на молитве, в виде молитвы говорю. А он застает пистолет и подставляет к себе к виску. А я говорю, и самый страшный грех, который измыслил сатана, это самоубийство, как Гитлер. Эти люди не наследуют царство Божие. Самый страшный грех, в котором нет покаяния. Он пистолет потихоньку убрал. Отец, запомни, я его на предохранитель поставил. Вот это только сегодня была беседа. Насколько он серьезно. Ну, взял пистолет, взводит, я же понимаю, в пистолетах-то. И поставил к виску. То есть страх пришел. Есть такие, которые смеялись. А я говорю, горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. И гляжу, ребятишки мои, замолкли. Слушаю, вот что делает, я что вижу, и молитву в этом тоне составляю на человека конкретного. Как? Благодать Божия. Спаси Христос вас. Благодарю. Игнать, тихо, очень короткий вопрос. Если ответьте, внимание, как на молитве собираете? Какой у вас способ? А не собрать никак. Меня вопросы задавали в институтах, везде. Я знаю, что святые отцы говорили, не собрать. Поэтому иногда куда-то отвлечешься. Но опять же, куда? Я читаю об этом деле-то, а у меня мысль именно на разговор, который был там где-то недавно, где-то. Я прости, Господи, я в другое время подумаю. Теперь по Писанию. У меня место Писания мелькнуло какое-то на молитве. Я беру карандаш и скорее два слова хотя бы написать, потом вернуться к этому. Прости меня, Господи. Вот это Вивальди был, он же был, говорит, священником. И когда ему эти буги-вуги-то приходили в голову писать-то, он прямо на престол клал бумагу и писал. И папе доложили, говорит, он что делает-то? Потому что инквизицию казнить может, папа не трожит. Они все такие поэты и музыканты. Он, может, что-нибудь хорошее напишет. А он и написал такое богопрославляющее, как у Баха, на страсти по Матфею. Там вообще. Он когда пришел на инквизицию Вивальди, ему говорят, вы священнослужитель, на вас жалоба, вы что делаете? Он говорит, я когда начинаю Богу молиться, он мне музыку в голову вкладывает, я должен записать. И они замолкли, отпустили его. Я богославлю, что мне Бог позволил написать какие стихи. 3467 стихов по 9 куплетов. И ни одной помарки нету. Чистого листа. Как это может быть? Понятия не имею. Я свои стихи читаю, как первый раз их вижу. Там двойной, тройной подтекст. Одна монахиня так писала, и папе дали почитать, он крутил, крутил, их почитать не мог. Монахиню вызвал, когда она ему рассказала. А как ты знаешь, говорит, написать? Он говорит, не знаю, говорит, я молюсь, и Бог полагает, и все. Моего тут вообще ничего нет. Поболимся? Игнатий Тихонович, не монахиня, а монахиня. Ты прости меня, я так научен, меня уже не переделать. Ну, все догадались, что я говорю не о корове. Достойно есть якову истину, блажить и тя в огородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Игнат Тихонович, молитесь. Отец наш небесный, любящий наш Создатель, мы желаем вас благодарить за все милости, оказанные нам по сей день. Хвала Тебе. Господи, если в чем мы погрешили, неправильно рассудили по слову Твоему, Ты прости нас и вразуми, мы это сделали неумышленно. Господи, садяло нас истинными благовестниками, чтобы мы всюду, всегда и везде распространяли весть радости, что Ты отдал за нас Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе. Аллилуйя. Кроме Тебя иного Бога мы не знаем. Сохрани наследие Твое, чтобы Церковь православная сияла всеми огнями святости, а замысль еретиков ничто преврати и развей. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.